Добрый день, мои дорогие подписчики! Сегодня я вновь буду делиться рецептами фруктовых вкусняшек. Блок у нас в этот раз экзотический и мы будем варить двойное варенье клубника манго. Для варенья нам понадобится манго, апельсин, клубника, сахар и агар-агар. Варенье из манго будет нижний слой, а верхний слой будет клубничный. Я взяла шесть крупных манго. Три манго попались очень спелые, ярко-желтого цвета, а три побледнее. Один из них был совсем блеклый. Для варенья любая степень зрелости подойдет. Манго необходимо почистить, сделать это можно маленьким ножиком или овощечисткой. У манго есть один недостаток, когда его чистишь, оно старается выскользнуть из рук. Резать манго для варенья буду кубиком. Обычно я делаю кубик двух размеров, побольше сантиметр на сантиметр и чуть поменьше, где-то около 0,6 миллиметров. Манго это не самый легкий в нарезке фрукт. Начинаем резать вдоль косточки. Отрезаем два слайса по одному сантиметру и уже на третьем натыкаемся на косточку. Нарезанные слайсы будем резать кубиком один сантиметр. Было бы здорово, если все манго было так легко нарезать, но у него есть неприятная косточка, которую тоже надо обработать. Ровных долек здесь уже не получится, поэтому кубик режем немного мельче. Нарезка двух видов варенья из манго всегда смотрится очень красиво. Мякоть около косточки более волокнистая, она режется посложнее, поэтому ровных кубиков может не получиться. Из шести манго получилось два килограмма нарезанной мякоти. Варенье буду варить в глубокой сковороде. Всегда летом в начале сезона покупаю новую сковороду и использую ее под варенье, а уже осенью перемещаю для приготовления полуфабрикатов. В сковороде слева спелая яркая желтая манго, а справа менее яркая, не такое спелая, не такое сладкая. На контрасте это очень хорошо видно. Если вы будете использовать яркое манго для варенья, то его можно сварить в один заход. Если вам попались плоды блеклые, как мне. Будем варить варенье в два этапа. Засыпаем мякоть сахаром 500 грамм на килограмм. Когда кушаешь манго, его вкус сбалансирован. Нет ощущения, что оно очень сладкое. Но в варенье манго становится очень сладким, поэтому сахара мы добавляем такое количество. По этой же причине будем вводить в варенье апельсиновый сок. Сахару дадим раствориться и поставим на огонь. Будем варить после закипания 7 минут, после чего снимем пену и отправим настаиваться на ночь. Варенье у нас двухслойное, поэтому не забудьте про клубнику. Ее мы варим тоже в два этапа. После того, как манго настоялось, подготовим апельсиновый сок. На 2 килограмма мякоти нам потребуется 3 средних апельсина. Сок можно выжать вручную, а можно использовать соковыжималку. Я сделаю это вручную и процежу через ситечко, чтобы убрать косточки. Добавим сок в варенье и разведем агар-агар. Я использую агар фирмы доктор Эдкар. Мне он нравится больше всего. Он создает не только густоту, но и желейный эффект, который необходим в двойном варенье. Некоторые виды агара создают только густоту. На 2 килограмма манго необходимо развести 2 чайные ложки агар-агар. Доводим варенье до кипения и варим 18-20 минут. За 3-4 минуты до конца варки добавляем агар-агар. После добавления агара варенье приобретет легкую густоту. Именно такое по структуре оно и должно быть. Разливаем по банкам. У меня 12 банок. Каждую буду наполнять на 1 треть. Для 12 банок клубничного варенья необходимо сварить из 3 килограммов ягоды. Если это количество для вас много, возьмите 1 килограмм манго и 1,5 килограмма клубники. Это количество варенья для 6 банок. Если вы хотите, чтобы баночка было наполнено 50 на 50, необходимо взять 1,5 килограмма манго и 1,5 килограмма клубники. Варенье разольется на 8 баночек по 390 миллилитров. Варенье из манго желируется очень быстро. Как только оно остынет, сразу можно приступать ко второму слою. Клубника сварена на один раз, настоялась. Процесс приготовления точно такой же, как в двухслойном варенье клубника киви. Ссылочку на это варенье я оставлю под видео в описании и вы сможете посмотреть подробно процесс приготовления клубничного варенья. У меня клубники было 1,7 кг вместо положенных 3 килограммов. Просто я хочу показать вам, как еще можно сочетать вкусы в двухслойном варенье. Манго отлично зажелировалась. По своей структуре оно не будет напоминать конфитюр. Это именно варенье. Густое варенье из манго. Равномерно распределяем клубничное варенье по банкам. Используем для этого воронку от мясорубки. Благодаря тому, что она имеет вытянутую прямоугольную форму, мы не испачкаем поверхность и соседние баночки. Дорожка из клубничных капель нам тоже не грозит. Всего получилось 7 баночек варенья. Теперь наступило время эксперимента. У меня осталось немного жидкости, разливаем ее в 2 банки, как разделительный слой. В конечном итоге у меня получилось 7 банок варенья клубника-манго, 2 банки с промежуточным слоем и еще 3 банки ждут своего часа. Закрываем варенье горячими сухими крышками и переходим к следующему этапу. Манго замечательно сочетается с киви и, наверное, в этом нет ничего удивительного. Оба фрукта экзотика для наших мест. Точные пропорции для 3 баночек варенья манго-киви я оставлю под видео в описании. И, наконец, раскроем секрет двух оставшихся баночек. Верхний слой я сварила варенье из ананаса. По цвету оно очень похоже на манго. И чтобы разделить эти два желтых варенья, я использовала клубничную прослойку. Такие трехслойные варенья я не делаю на продажу, варю только для семьи. Оставляйте в жизни место для экспериментов. Иногда они превосходят наши ожидания. А рецепт варенья из ананаса ждет вас в следующем видео. До новых встреч! Пока-пока! Не забудьте заглянуть под видео в описании. Там я оставлю все пропорции. Субтитры сделал DimaTorzok